Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Я недавно себе выписал 12 томов Яна Златоуста. Вот сейчас покажу одну из книг. Это через интернет-магазин мне выписали. Я эту штуку заплатил. Он называется «Сретине магазин». Это монастырь мужской. Вот Ян Златоуст. Это одна книга. Вот это вот пятый том я показываю сейчас в данный момент. Сейчас покажу первый том, чтобы было по порядку. Вот. Сейчас поставлю камеру. Вот он, первый том Яна Златоуста. «Святитель Ян Златоуст. Полное собрание сочинений». То есть то, где он говорил проповеди в храмах, письменный ли он писал. Все это в основном все было записано скорописцами. Вот такие вот они толстые книги. Но сама по себе книга легкая. Тут написано, что печать овсетная. То есть, можно сказать, газетная вот такая вот бумага. Серенькая. Вот ее видно даже. И она легонькая. Иначе, если бы вы сделали более доброкачественную бумагу, конечно, она очень будет тяжелая. Книги. Эти 12 томов. Неподъемные. Для чего нужно именно в церкви установлено, что, читая Слово Божие, Священное Писание или Святую Библию, есть три названия в этой книге, надо знать еще ее истолкование, чтобы своим умом не блуждать. Иначе от этого происходит очень много разнообразных ересей в сектах. Почему разделение среди христиан? Потому что нет единого научения согласно Слову Божию и того, как Дух Святой даровал Святым Отцам истолковать Священное Писание. Иоанн Златовский, он как раз был из тех учителей, которым этот дар был дан. Потому что он много вникал в Слово Божие, молился, и Господь ему даровал эту благодать свою. Вот я прочитаю из Нееме, Нееме 8 глава, это из Библии, 8 стих. И читали из книги, из Закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. То есть не просто ты взял сам Закон Божий, стал читать, то есть Святое Писание, и все вроде Дух Святой тебе все откроет. Что касается именно жизни во Христе, именно здесь вот на земле, что касается именно, как мы сказали, в житейских делах, да, Дух Святой тебя направляет, где кому как благовествовать, и то ты должен Священное Писание, конечно, изучать. А полностью понимать смысл, у церкви есть именно толкование, чтобы ты не увлекался, то есть не забрел своему, куда не надо. Вот, например, послание к евреям, сейчас я вам прочитаю, шестая глава, второй стих, начну с первого. Апостол Павел пишет, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть учение в то время уже нам было оставлено, а святые отцы лишь дали нам полностью, чтобы нам было понятно все. Первый том Ян Златоуста. Сейчас я дам на его оглавление, покажу, в первую очередь покажу, как выглядят этих 12 томов Златоуста. Вот они у меня лежат, то есть если полностью положить их в две стопки, это 12 томов, вот они как выглядят. Вот ведро 10-литровое, вот оно как, насколько они выше, вот такие объемистые. Вот первый том открытым оком, вот, что начало какое у него здесь. Святитель Ян Златоуст полностью броня сочинений. Вот его икона, соображение Яна Златоуста, 2017 года издания. Вот оно, видно тут по Москве. Вот здесь вот говорится небольшое вкратце его житие. как бы говорится не житие, а пояснение, кто он такой был. Вот оглавление написано, да, вот книга первая, предисловие, жизнь и труды святого Яна Златоуста, архиепископа Константина Омпольского, творение святого Яна Златоуста, архиепископа Константина Омпольского, увещание к Феодору Падшему. 108 страница, и вот тут начинается. В чем заключается увещание первое? Здесь перечисление идет. Скорбь о падении души друга, не нужно отчаиваться возможности восстания, надежда как цепь, привязывающая нас к небу, примеры восстания падших грешников. Так, сейчас я книгу положу. Вот так вот. Я зачитаю, чтобы было понятно, что же в первом томе у Яна Златоуста говорится. Так. Навуходоносор, Ахав, Манасия, Неевитяне, Добрый разбойник, Покаяние как всеочищающая сила, Усилия демона вернут нас в отчаяние, Всякое покаяние находит себе вознаграждение, Радости рая, Муки ада, Душа Феодора, Болящая любовью к Гермионе, Исцелимость болезни, Нетрудность покаяния, Пример молодого Феникса, Пример престарелого монаха, Упование на милосердие Божие, Это вот все увещание первое, Увещание к Феодору Падшему, Увещание первое, Какие именно здесь поднимались темы. Второе, Увещание второе, Возвращение Феодора и ответ на него, Непозволительность попечения о семейных делах человеку, Посвятившим себя на служение Богу, Бегство из воинства Христова, Тема вот эта, Необходимость заглаждения греха, Слабость человеческой природы, Падение и восстание, Пример Давида, Суетность благ, Мира сего, Неудобства, Связанность с царством, Славой, Богатством и браком, Брак при всей его священности, Есть прелюбодеяние в деле Феодора, Забота семейной жизни, Свобода последователей Христа, Единственное несчастье для христианина, Оскорблять Бога. Заключение, Так же, К этому увещанию. Здесь вот, может быть, Почему именно, Есть прелюбодеяние в деле Феодора, Потому что он, Себя дал обет Богу жить один. Апостол Павел здесь это Рассматривает во свете Библии. То есть, если ты дал обет, То держись тогда, Служи для Господа Всю свою жизнь. Так, Дальше тема называется Кворождущим против тех, Которые привлекают к монашеской жизни. Слово первое. Наказание противящимся Богу. Пример в лице народов, Препятствующих восстановлению храма После плена Вавилонского. Тоже и с противниками монашества. Подробности гонения на иноков. Сожаление о неразумии гонителей. Они более вредят себе, Чем гонимым. Пример апостола Павла и Нерона. Греховность гонительства. Сравнение гонителей монашества С гонителем апостолов. Постигшие их наказания. Свидетельство и Флавия. Иосифа Флавия. Для спасения недостаточно одной веры. Необходимы и добрые дела. Число подлежащих осуждению. Пример из истории всемирного потопа. Извращенность мира. Ну и так далее. То есть, это перечислять. Очень много получится. Потом я только зачитаю, что у меня тут. Слово второе к неверующим отцу. Слово третье к верующим отцу. Потом тема идет. Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрым монашеской жизни. Потом о сокрушении. Слово первое к Дмитрию Монаху. Слово второе к стелехию. Следующая тема. К стагирию, подвижнику, одержимому демоном. Слово первое. Потом. К тому же стагирию о том, что уныние хуже демона. Слово второе. К тому же стагирию об унынии. Слово третье. Тема следующая. Слово к жившим вместе с девственницами. Девственницами. Потом слово к детственницам, жившим вместе с мужчинами. Потом книга о девстве. Это все тема. К молодой вдове. Слово первое. К той же вдове слово второе. Книга вторая. О священстве. То есть вот этот том у нас взглян на две книги. Первая книга и вторая книга. О том это все целостность. Название. Вот вторая книга. Какие именно темы здесь поднимаются? О чем речь идет? О священстве. Слово первое. Слово второе. Слово третье. Слово четвертое. Слово пятое. Слово шестое. То есть это в основном для тех, кто именно решил стать пастырем овец духовных. То есть священник, епископ. Вот для них наставление. Каким он должен быть. Беседа по рукоположению в апрельсвитера. Следующая тема. Против аномеев. Слово первое. Слово второе. Слово третье. Слово четвертое. Слово пятое. Слово шестое. Слово седьмое. Слово восьмое. Слово девятое. Слово десятое. Слово 11, 12, 12 слов, именно 12 раз были поучения даны на эту тему. Потом тема следующая, рассуждение против иудеев и язычников о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. Следующая тема, против иудеев, слово первое, второе, третье слово, четвертое слово. Пятое слово, шестое слово, седьмое, восьмое, восемь слов против иудеев. Потом идет тема, слово о проклятии. Следующая тема, слово на Новый год, то есть поучение вот это вот. Потом следующая тема идет о Лазаре. Слово первое, слово второе, слово третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, седьмое, то есть семь именно. Это вот оглавление я вам зачитал, то есть том делится на две книги, вот какие темы поднимаются в первой книге и во второй книге. Все, оно закончилось. Также здесь есть предисловие. Я также под этим роликом оставлю ссылку, где можно заказать эти книги, потому что этот источник уже проверен, но там прежде надо заплатить за книги. То есть ты сперва платишь, а потом тебе высылают уже. А я думаю, что люди, они верующие, без обмана все будет, потому что до нас, слава Богу, все дошло, по милости Божьей. Вот. Ну что еще? Тут еще вот в конце самого тома есть тематический указатель написан. То есть страх, наказание, польза его, 888 страница, там, например, судьба. Некоторые приписывали ей сотворение всего, 689 страница. То есть очень тоже нужный этот указатель тематический. То есть по слову ты можешь найти как нужную тебе тему, где на какой странице она, это слово упоминается. Творение святого Иоанна Златоуста. Единственное, что в этой книге было бы даже, так сказать, еще более лучше, если бы места писания из Библии здесь бы указывались на русском языке. Потому что я когда человек, например, Библию плохо знает, ему приходится каждый раз открывать Святую Библию на русском языке и зачитывать. Ну, лично я так делаю. Не знаю, кому как, может, нравится на церковно-славянском читать, но поймешь ли ты смысл доносимого поучения Иоанна Златоуста. Ну, вот так вот, вкратце, первый том я вам пояснил. Вот он. То есть заказывайте Златоуста, поучайтесь в нем. Очень много поучений. В Духе Святом человек писал. Господь направлял его. У него еще в конце этой книги написано такие слова. Кто может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы он был беднее всех. То есть усердно надо применять в молитве. Не просто сказать, Господи, помилуй, хотя бывает и этого достаточно, но усердно. То есть надо призывать Бога, молиться, просить, даже если Господь не отвечает сразу на молитву, проявлять терпение. То есть терпение спасайте души ваши, Господь говорит. Ну все. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Аллилуйя.